Николай Морозов. Основоположник альтернативной истории. Повесть о настоящем человеке. Несмотря на то, что очень много людей сегодня разоблачают официальную историю, мало кто знает о человеке, который стал основоположником этого процесса. И вычислил он это математически, при этом не имея высшего образования. Морозов Николай Александрович родился 8 июля 1854 года в имении Барок, Молокского уезда Ярославской губернии. По отцу он принадлежал к старинному дворянскому роду Щепочкиных. Умер, когда ему исполнилось 92 года. Во время одного из своих юбилеев, отмеченного в Барке, Морозов привел гостей на место своего рождения и сказал «Вот здесь мать родила меня в бане. С нею не было не только доктора, но и простой деревенской повивальной бабки. Она сама управилась, вот тут в пруду и обмыла меня, и вот ничего вышел не хуже других». В 15 лет он поступил в Московскую гимназию и стал вольнослушателем Московского университета. Из гимназии за революционные убеждения его исключили через 5 лет, причем без права поступать в высшие учебные заведения России. Морозов написал в своих воспоминаниях «Я мечтал все время стать доктором или ученым-исследователем, открывающим новые горизонты в науке или великим путешественником, исследующим с опасностью для своей жизни неведомой тогда еще страны». Он работал кузнецом и при этом в соседней деревне вел пропагандистскую работу и сотрудничал в журнале «Бакунина работник». Когда начались аресты, он оказался в тюрьме, а после выхода он стал редактором журнала «Земля и воля». Именно в этот период первого года заключения он жадно изучал математику, астрономию и иностранные языки. Потом эти знания и стали основой его самостоятельных размышлений. В 1880 году Морозов в Лондоне дважды встречался с Карлом Марксом. Получил от него предисловие к русскому изданию «Манифеста», который он перевел на русский. По возвращении был арестован по куда более серьезному обвинению участие в одном из предыдущих покушений на Александра II. А в возрасте 26 лет Николай получил пожизненное заключение сначала в Петропавловской, а затем в Шлиссельбургской крепости. На этом, казалось бы, и конец истории человека, но не тут-то было. Сказанные им фразы когда-то имеют прямое отношение к характеристике его личности. «Я не сидел в крепости, я сидел во вселенной». Одиночки в крепостях, как правило, не отличались комфортом, узникам запрещалось всякое общение с внешним миром, и даже надзирателям было запрещено любое общение с заключенными. А фамилии заменили на номера. Прогулки также были запрещены, помимо того и окна камер были замазаны мелом. Литература тоже под запретом, и все, что оставалось у такого человека, это его воля и его сознание. Та самая вселенная, которая есть в каждом, но о которой нас заставляют забыть в суете повседневности. Плесень по стенам и каменному полу, и непрекращающаяся работа мысли, итогом которой стали 26 тетрадей Николая Морозова. Кстати, в записях тюремного лекаря Вильмса упоминалось, что у арестанта номер 10 начала развиваться цинга, осложненная поражением сочленения правой стопы. В качестве лечебного средства, представьте себе, была назначена кружка молока. Но Николай разработал свою систему физических упражнений, которые помогали поддержать его организм. Лекарь Вильмс долгое время наблюдал с любопытством за узником номер 10. К осени 83-го года он написал докладную, что узнику осталось жить от силы всего три дня. Однако Морозов сумел победить болезнь. А следом его настиг другой недуг, открытая форма туберкулеза. Но и тут, как выразился Вильмс, он обманул медицину. Морозов придумал заставлять себя не кашлять. Силой воли он сдерживал кашель, упираясь лицом в подушку. Сохранилось упоминание лекаря о странном узнике номер 10, за которым он наблюдал с любопытством экспериментатора. К моменту, когда его перевели в Шлиссельбургскую крепость, в Алексеевском равелине из всех арестантов живых оставалось лишь трое, и Морозов в их числе. За отсутствием жизненного опыта и любой внешней информации, скорее всего, Морозов интуитивно пользовался эзотерическим опытом прошлых воплощений. В стрессовых ситуациях человек может приобрести трансцендентный опыт. Кто-то замораживает время, наблюдая полет снаряда, кто-то находит выход из безвыходной ситуации. Надо полагать, что в конце 19 века люди были еще не так переформатированы и во многом пользовались наработками предыдущих цивилизаций. Это были и магические приемы, и практические приемы, а вот современной медицине невыгодно, чтобы люди сами себя излечивали какими-то не было способами без участия денежного обращения. После перевода в Шлиссельбургскую крепость Николай стал работать над звездным небом по памяти. Чтобы оценить силы его интеллекта, попробуйте-ка представить себе звездное небо и поработать над ней. Далее Морозов разработал свою методику определения истинности того или иного автора. И это положило начало новой науке, пошатнувшей основание истории, что теперь мы называем альтернативной историей. Когда же через три года заточения ему разрешили работать с Библией, он накинулся на нее как ученый, имеющий собственную методику. Конечно, будучи в камере, невозможно было получить фактический материал для проверки, но именно этим он и занимался сразу после своего освобождения в 1905 году после изменения политической обстановки. Его инновационный метод, как и вся его деятельность, оказалась революционной и заключалась в том, что с его помощью можно было определить авторство старинной рукописи. Каждый автор обладает своим уникальным почерком выражения мыслей, и это можно вывести на уровень практической криминалистики. За основу были взяты слова, которые чаще всего употребляли авторы. Также учитывались используемые местоимения, префиксы и прочие характерные черты авторов. И уже в 1915 году Морозову удалось подтвердить истинность метода на детальном анализе Гоголя, Пушкина, Толстого и Тургенева. После этот метод лег в основу своеобразного спектрального анализа событий, который был развит и применяется математиками Фоменко и Носовским. Это люди, которые, как мы знаем, стронули ледник лживой истории человечества. В заключении Морозов вел свои тетради, где, помимо прочего, разрабатывал фундаментальную теорию. Она называлась «Периодические системы строения вещества». Его работа была опубликована без указания авторства в 1901 году, а после освобождения по предоставлению Менделеева Морозову была присуждена степень доктора химии без защиты диссертации и, заметьте, при этом без получения официального образования. Морозов упорядочил таблицу Менделеева. В своем труде он доказал существование элементов, которые еще на тот момент не были открыты и их точное расположение. Этот факт признают как в российской, так и в зарубежных академиях наук. Считается, что первая модель атома была создана Лордом Кельвином, но еще до этого Морозов создал свою систему, которая выводила все сложные элементы из трех, а после из пяти простейших элементов. Его идея заключалась в том, что все элементы, которые нам известны, рождаются, некоторое время существуют и после распадаются. А мы лишь фиксируем нынешнее состояние известных нам элементов, как относительно стабильное образование. Согласитесь, очень оригинальный взгляд на строение вещества во Вселенной. Получается, что материя — это временно созданное явление, как песочница для детей. В этом постоянном превращении элементов Николай и усматривал алхимию материи. Получается, что все воссоздается от простейшего к более сложному, а затем распадается на субатомные образования, возвращаясь обратно к эфиру. Первые три элемента он назвал протоворот, протогелий и небулезий. В дальнейшем он к ним добавил две дополнительные частицы, обладающие отрицательным и положительным зарядом — анодий и катодий. Но самое потрясающее в его работе и его характере то, что когда он стал рассчитывать теоретический вес остальных частиц, то обнаружил несовпадение теоретических расчетов с практическими. Он был в такой мере уверен в своих собственных расчетах, что ни разу не усомнился в правоте весовых характеристик, возникающих на кончике пера. И тем самым предвосхитил открытия изотопов, которые в то время были еще неизвестны. А чуть позже он выявил, что сумма катодиев и анодиев в стабильных частицах всегда равна 8. И это, кстати, полностью совпадало с последующим правилом открытым Абигом, которое гласит, что сумма положительной и отрицательной максимальной валентности всегда равна 8. Такой принцип имел более точные параметры, заставляющие частицы быть точно на своих местах. И тем самым не только предсказать те элементы, которые еще не открыты, но и показать, в каком порядке происходит усложнение творения элементов. Исследуя им же созданную систему, он еще в конце 19 века предсказал наличие веществ, которые не входят ни в какие реакции с металлами. Гораздо позже их стали называть инертными, когда английский физик нашел способ выделить эти газы. Николай всю жизнь увлекался процессом изучения воссоздания одних элементов из других или алхимией. При этом он отлично понимал, что после некоего стабильного состояния элементы начинают распадаться и тем самым рождается новое поколение изотопов распада. Он даже предсказал, что однажды когда-нибудь люди научатся управлять материей, не разрушая ее и станут, наконец, творцами. Вот цитата Игоря Васильевича Курчатова. «Современная физика полностью подтвердила утверждение о сложном строении атомов и взаимопревращаемости всех химических элементов, разработанное когда-то Морозовым в монографии «Периодические системы строения вещества». С 1908 по 1912 годы Николаем Морозовым были опубликованы три большие работы по математике — векторная алгебра, физико-математический анализ и дифференциальное интегральное исчисление. Вот и представьте себе, какая широта кругозора у Морозова. В труде «Теоретические основы геофизики и метеорологии» он показал, что воздействие галактики на метеорологические и геофизические процессы Земли имеет закономерный характер и настолько велико, что без введения его в расчеты нельзя говорить о научном предсказании погоды. Судя по тому, как предсказывают наши синоптики, эта работа была до сих пор не изучена. Труд эволюции материи в мироздании и другие исследования по астрофизике были изданы только в Германии. Морозов и по сей день признается действительным членом французского и британского астрономических обществ и при этом русского физико-химического общества, где он и внес свой больший вклад в науку. Многотомный его труд «Христос», опубликованный под этим названием по настоянию редакции в семи томах, так и не получил своего окончания. Морозов писал, «Основная задача этой моей большой работы была согласовать исторические науки с естествознанием и обнаружить общие законы психического развития человека». По сути, речь вообще не шла только лишь о каких-то датировках и тем более про Иисуса. Его интересовало то, каким образом работают законы развития человечества. В изучении исторических событий Морозов использовал астрономию и выдвигал предположения, разработал и проверил методику перекрестных исследований, которую применил к текстам библейской истории, что совершенно рушит скаллигеровскую шкалу датировок. Обязательно посмотрите фильм на канале «Проект Скаллигер. Фальсификация допотопной истории». Сам Морозов пишет, что исходя из астрономических исследований, записи библейских пророков были созданы гораздо позже, чем это пытаются выдать. А как доказали Фоменко и Носовский, к истории была приписана целая тысяча лет. Поэтому датировки Морозова надо перенести в XIV-XV века. Вот вам и дата начала сотворения библейского проекта. И закончили они его только к концу XIX века. Морозов взял за основу лингвистический анализ и применил основные приемы на современных авторов. При этом показал, что они совершенно уникальны. И поэтому, применяя этот метод к Библии, можно научно доказать, что она была написана разными авторами, жившими в разное время. Его методология исследования истории человечества оказалась революционной и была принята в штыки официальной исторической наукой. Приводимые им факты объявлялись голословными и также голословно же отвергались. При этом нет ни одного внятного аргумента к самим методам его исследований, кроме фраз «это бред» или «такого просто не может быть». Из курса психологии нам известно, что когда нечем крыть, люди начинают злиться и делать такие вот выпады, которые можно назвать не иначе, как дешево и сердито. Именно таких научных деятелей смело можно называть религиозными апологетами, ревностными хранителями научной парадигмы. В книге «В поисках философского камня» Морозов подверг критическому анализу исторические манускрипты, на которых покоится фундамент современной химии. Это означает, что химия также сфальсифицирована, хотя такая мысль вряд ли забредет кому-то в здравом уме. Морозов пишет «Все, что мы знаем о сочинениях древних авторов, почти целиком берется современными историками из сборников 15-17 веков, то есть от лиц, живших через целую тысячу лет после смерти, цитируемых ими писателей, от лиц в высшей степени легковерных, испестривших свои сообщения невероятными рассказами о всевозможных чудесах. Отличить в них истину от правдоподобных измышлений и поздних дополнений почти невозможно. Таким образом, мы сталкиваемся с тем, что в точности мы никогда не знаем, кто же именно написал все эти научные труды. Морозов был человеком с большой буквы. Настолько разносторонним, что порой кажется, его судьбы хватило бы на дюжину людей. Например, в 1910-м, в 60 лет, он закончил курсы и первый раз совершил полет на аэроплане, впалашив при этом полицию Петербурга. А уже через два года его арестовали за публикацию сборника своих стихотворений и звездные песни. А он еще и стихи, оказывается, писал. И его опять посадили в тюрьму. В 1939 году, в 88 лет, он записался на снайперские курсы. И при этом стрелял отлично, а когда началась война, он, будучи директором вуза в Ленинграде, многократно подавал свое заявление, чтобы получить распределение на фронт. Получая отказ за отказом, он на злобу дня по-быстрому изобрел инновационный снайперский прицел, который в ультимативной форме потребовал испытывать только в боевых условиях. Ему позволили пробыть на фронте ровно один месяц, за который он умудрился уничтожить порядка десяти вражеских офицеров. Это был самый пожилой солдат времен Второй мировой войны и, по свидетельствам офицеров, приобрел все навыки маскировки и ведения боя в самых сложных условиях, проводя на позиции в снегу десятки часов в свои 88 лет. По воспоминаниям его друзей, он до последних дней, даже уже лежа на больничной койке, без остановки продолжал работать, работать и разрабатывать новые идеи, которые могли раскрыть потенциал человека, эволюции которого он посвятил всю свою жизнь без остатка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok